всем привет дорогие друзья сегодня суббота 22 июня и у меня только дошли руки для приведения в порядок второй части моего палисадника видео о первой части было у меня уже на канале вот показываю пока еще не приведенный в порядок участке разлохмаченный барбарис который требует стрижки это барбарис мари очень красивый очень яркий мне он очень нравится это один из моих прямо любимчиков кто хочет себе яркое пятнышко посадить на участке обязательно сажайте вот сейчас покажу как все это выглядит до уборки фронт работы довольно велик вот это моя такая импровизированная альпийская горочка но я ее так называю конечно до альпийской горки и ей далеко но тем не менее что-то такое сооружал я покажу что сейчас цветет что цветет из почвопокровников на середину июля потом покажу что буду делать что буду обрезать здесь конечно все очень сильно разрослось заросло покажу те растения которые буду удалять отсюда какие-то в кратчайшие сроки какие-то какое-то растение буду удалять он наверное весной уже осенью не буду трогать а как одно растение здесь требует срочного удаления и конечно расскажу почему я это буду делать лапчатку также ведь белая развалилась на лапчатки друзья это прекрасный конечно кустарники но в период своего как бы роста когда еще молодой кустик он имеет такое свойство немножко разваливается стороны его нужно подравнивать потом уже все вот эти вот веточки они в адрес не веют и будут куст держать более-менее но на первых этапах роста он вот так вот немножко рыхлый кустик и разваливается поэтому хочу тоже подровнять подровняю барбарис также хочу показать вам второе цветение гвоздики альпийской у нас был дождь поэтому видите такие вот и не знаю видно нет прям капельки на цветочках очень красиво вообще очень красиво смотрится гвоздика именно в каких-то каменистых таких вот композициях сажайте не пожалеете если кого-то интересует вот это белое пышное облако и это гипсофила ползучая для меня это открытие это растение вот второй год она мне растет замечательно перезимовала зимующая в средней полосе россии я живу в саратовской области у нас зимы бывают и бесснежные с морозами и очень снежные а также бывает у нас и перемешку дождь потом мороз потом еще что-то в общем но сложные довольно зимовки но это растение замечательно зимует вообще такое найти ну неприхотливая смотрите какая прелесть гипсофила ползучая в этом году еще я попыталась вырастить из семян гипсофила розовую ползучую вот она как бы двух видов бывает белая и розовая ну вот она вот еще тоже меня в этом году семян но что-то смотрю и она тоже белая как бы не пересорт семенах еще мельком покажу свои почвопокровнички флокс посмотрите как здорово нарос у меня первый год посадки тоже прям такая большая уже довольно таки картинка по вторым цветением цветет отчиток или отчиток не знаю как правильно говорить уж меня простите если неправильно вот желтым цветами свел где-то в конце июня первый раз и вот сейчас вторым цветением уже ближе концу июля тоже самое главное друзья обрезать вот обрежешь и он будет свести повторно прекрасное растение очень быстро взрастается очень яркая тоже для каких-то каменистых уголков очень хорошо подходит не знаю к сожалению название если найду я напишу конечно при монтаже на экране но не обещаю что я найду это название покупала давно уже я его года 45 наверное он уже в моем саду этот отчиток мне очень нравится так что еще показать обретах хорошо наросла очень хорошо это все выращенные семян из маленьких таких знаете таких полосочков вот такие уже кустики это посадка этого года тоже даже сорняк тут растет бересклет бересклет хочу стричь таким как бы формам придавать может шариком может как-то небольшим таким почечками очень хорошо черенкуется неплохо зимует необходимо уже подрезать лаванду практически все уже отцветает но друзья на ради чего собственно и затеялся этот ролик показ второй части моего палисадника это ради тех растений которые меня очень сильно разочаровали ну во первых возможно конечно это моя вина растение здесь ни при чем но тем не менее я считаю что растение эти не такие уж замечательные как мне казалось и видимо не у того места были мы посажены а первое из растений о котором я говорил в прошлом ролике что возможно она найдет место где-то в моем саду мы на моем участке но только в самом дальнем каком-нибудь углу там где-то где нужно занять просто пространство это вероника вот так вот вырос вырос куст куст прямо стоячий высокий не спорю сейчас многие могут мне сказать что вероники бывают разных сортов да друзья бывают разных бывает вероника сиза и низкорослая очень красивая я видела у девочек видео показаны но я вот эту веронику вырастила из семян я конечно знала что она будет высокая написано где-то сантиметров 60 но я вижу что она совершенно не 60 и вот после того как она отцвела вот такие вот некрасивые неприметные у нее вот даже не знаю как сказать но какие-то вот хлуди например вот честное слово больше никак не скажешь ни в коем случае на видну как бы на видном месте ее сажать не рекомендую вероника так как же она называется то друзья найду пачку от семян и покажу вам ставлю фотографию напишу очень мне понравилось сразу понимаю что здесь она совершенно ни к чему она занимает большое пространство барбарис здесь рядом с ней растет зеленый он как-то с ней вместе сливается в общем вероника отсюда уйдет это однозначно уйдет куда-то в дальний угол у меня здесь посажен два куста вероники вон там где птичка моя стоит еще один куст рядом с ли адресом смотрите как смотрится ли адрес даже цветающие вот вверх верхушки все равно смотрится декоративно красиво но вероника во первых падает ее нужно подвязывать такие тонкие у нее стебли в общем мне совершенно не понравилось еще пару слов хочу сказать о лаванде но все-таки мне кажется что здесь ей не место кусты большие тоже сорт большой южанка выращенные семян конечно я очень люблю лаванду но здесь бы тоже и не место она у меня прям как-то слилась с лапчаткой и в общем как-то в одну кучу все это ну не нравится не знаю на следующий год все-таки наверно беру начала планировать новый цветник в другой части участка скорее всего она уйдет туда если перезимует нормально вот здесь все-таки она но большевата для этого места для этого полисадника и самый гвоздь программы от которого я нахожусь большом шоке это вот такой и лимус или колосняк песчаный сколько мне задал проблем что я даже не знаю как не могу настроиться друзья его отсюда убрать кто захочет посадить себе это растение имейте ввиду сейчас покажу его издалека как он смотрится красиво такие сизые сизые листочки у него очень а как цевесет друзья это вообще колоссия очень красивый правда сейчас я срезала их уже ранее цвели но сколько он создает проблемы это уму непостижимо и так показываю этот колосняк у меня сидит в ограничители не знаю смогу ли я показать будет ли видно в общем друзья не видно но на самом деле он меня сидит в пластиковом ведре без дна вот примерно выглядит это вот так как вот высокий пальмолистный примерно вот такой вот нота ограничитель потому что когда я его сажала я знала что он ну ползет корнями но вы посмотрите что произошло что произошло гляньте сколько он выпустил мне вот таких вот за огромнейших просто стрелок вот смотрите вот вот и я сейчас прям бью тревогу и считаю что если я вовремя этого не уберу отсюда у меня просто заполонит весь этот участок всю эту горку несмотря на то что он у меня сидит в ограничители я просто в шоке от этого растения вы посмотрите еще покажу сейчас куда он не дал тоже стрелку смотрите вот среди молодила что мне сейчас предстоит какая работа полностью переделывать здесь вот эту часть горки часть участка убирать его отсюда срочно эта работа долгая но это нужно делать иначе я просто потеряю всю свою красоту здесь вот собственно хотел вам показать что это за растение которое уйдет из моего с моего участка из моего сада навсегда я даже за воротами сажать не буду потому что это настолько агрессор что я не знаю фолярис рядом с ним просто отдыхает вот такие вот дела друзья ну а сейчас прям принимаю за дело начинаю обрезку начинаю уборку в этой части и потом покажу вам что у меня получилось ну вот смотрите дорогие мои подписчики гости моего канал садоводы любители такие же как я для удобства удаления этого злака я его обрезала потому что он был очень огромный конечно было бы трудновато его потом удалять смотрите сколько нарезала здесь вот в тачке меня это что-то с чем-то конечно очень много ну вот сейчас хорошо видно сколько дал он поросли своей от корней вот одна значит молодила еще один одного то это увидела я тогда его в обрезала в общем можно сказать что я уже даже припоздал с удалением этого злака ну вот друзья лучше поздно чем никогда сейчас боюсь больше всего что где-то останется какой-то корешок я его не увижу и после удаления он опять прорастет вот этого боюсь прям не знаю как но сейчас буду смотреть как же все произошло над ограничителем он пополз или все-таки глубоко со дна вот земли вы смотрите теперь более менее видно что вот она пластиковое ведро в котором растет этот злак но вот смотрите вот он вот она стрелка теперь я понимаю что это точно не по верху нет не по верху друзья это все снизу представляете как глубоко глубоко это из по из под ведра из под на ведра снизу он пустил корни и даже не знаю как я сейчас все это буду выкапывать удалять и вот так вот он пустил стрелку сам процесс показывать не буду я одна это очень тяжело это и так процесс неду не быстрый в общем покажу в результате что у меня получилось так что дорогие мои имейте ввиду когда будете сажать этот злак у себя на участке что могут быть вот такие неприятности хотя конечно он имеет место быть имеет место жить он очень красивый такой сизый такой массивный ну вот то что то он творит конечно ему простить нельзя но принимаю за дело вот друзья смотрите на что я надеялась я надеялась что корни вот отсюда сверху сверху дали такие вот как бы поросли вот эти вот он нет это все вот снизу из-под ограничителя вот с глубины идет и теперь это но это большая проблема скажу я смотрите на каком расстоянии кто знает куда он еще пустил до корни сейчас конечно копаю посмотрю что с корнями но все-таки посмотрите на каком большом расстоянии вот сейчас когда ткань убрала видно вот смотрите как он пульнул то свои вот эти вот поросли свою вот так вот ну вот смотрите я выкопала основной куст будет в таком он сидел ведре ну довольно глубоко я не знаю сантиметров 30 наверно даже может больше сантиметров 30 точно есть в этом ведре не могу сказать что сейчас секунду не могу сказать что там прям такие вот корни аж прям такие эти какие-то очень ветвистые нет корни конечно много но посмотрите не видно не видно вот самое страшное то что не видно куда он их пустил пока я вот тут копаюсь я увидела еще несколько вот таких вот отростков вон там он за кустом спире еще оказывается так что не знаю возможно не один год я буду бороться с этим замечательным злаком так что друзья будьте аккуратны он конечно безумно красивый но видите ограничитель ему просто вообще нипочем готова отдать большое пространство под этот злак сажайте любуйтесь не готовы лучше не стоит вот видите еще один а я продолжаю свою борьбу друзья ну у меня такое сейчас состояние хоть плач честное слово чем больше я в стороны открываю нетканый материал тем больше я вижу что есть вот повсюду повсюду вот такие вот эти желтые побеги которые не смогли пробиться через нетканый материал но я понимаю что это дело времени и они есть повсюду я не знаю насколько далеко они я прям даже не представляю мне чуть под придется все клумбу заново делать вот смотрите корень вот корень и он идет вот туда под спире и дальше да пусть проклят тот день когда я посадила себе этот злак это что-то ужасное нельзя надеяться на ограничитель как оказалось в этом случае и вот для сравнения смотрите осока пальмолистные нигде никакой поросли все было посажено в одно время вот так вот сейчас выглядит все это дело когда я закончу даже не представляю вот все дальше и дальше идут поросли хорошо что вчера прошел знатный ливень и земля более менее копается иначе просто не знаешь что делать но вот дорогие друзья что в итоге у меня получилось более или менее привела в порядок свою переднюю часть палисадника подрезала папорисы подрезала лаванду в общем различные растения убрала прям совсем под корнем подрезала я веронику знаю что для растения такая обрезка в середине июля практически в середине это очень нехорошо потому что растение должно питаться за счет листьев но вы знаете если она погибнет ну как бы сильно я не расстроюсь а вообще растение очень живучие я сомневаюсь что с ним что-то случится вот убрала я свой колосняк песчаный и эхо намучилась я с ним вот так у меня получилось сейчас полдня практически меня заняло это занятие посмотрите какой простор да видно сразу мужевельник сразу обращаешь внимание на такую красотку асоку пальмолистная а то прям за этим злаком прям ничего не было видно и вот поставил пока свой вазончик сюда слабили так как пустовато но потом далее флокс разрастутся и будет все в порядке но вы знаете стопроцентной гарантии что где-то этот колосняк у меня не прострелит опять не выстрелит не вылезет никакой гарантии нет но я очень надеюсь что этого не случится а так поживем увидим ну вот сразу другой вид у моей горочки скоро гвоздика распустится пышнее это второе цветение она не такое обильное как первое конечно но все-таки единичными цветками цветет это душе приятно ну вот такое видео у меня получилось друзья пишите что вы об этом думаете не ругайте меня сильно за то что я сначала сажаю потом выкапывают сами видели что он рос в ограничители но видимо для этого растения такого ограничения мало но кто бы знал об этом да вот теперь будем знать буду знать я и будете знать вы что самое важное всем хорошего настроения удачных и правильных посадок чтобы не пришлось потом мучиться переделывать но не без этого не без этого это случается всегда что-то да не на своем месте окажется ну всем желаю хорошего настроения солнечной погоды всего самого-самого доброго пока пока